Активности в онлайн формате. Терпуховский центр реабилитации инвалидов «Меридиан» в рамках проекта «Активное долголетие» продолжает проводить занятия для людей старшего возраста. Но в связи со сложной эпид-обстановкой общение проходит с помощью смартфонов в социальных сетях. В миниатюрной мастерской реабилитационного центра «Меридиан» полным ходом идет подготовка к записи урока по рукоделию. Камера смартфона настроена, свет на кольцевой лампе выставлен. Обстановка здесь творческая. На полках игрушки ручной работы, на стенах полотна, выполненные в различных техниках. Мотор, камера, поехали! Добрый день! Сегодня я хочу вам представить мастер-класс «Игольница тыква». Ножницы, иголки, лоскутки разноцветной ткани – такой нехитрый набор для рукоделия можно найти в каждой квартире. Инструктор по трудовой терапии «Надежда» с особой ответственностью подходит к выбору подделки, изготовление которой покажет пенсионерам. «Если мы занимаемся здесь, в помещении, то я могу любой мастер-класс дать, даже для новичков сложный. Это не проблема вообще абсолютно, потому что я здесь, я могу помочь в любой момент. Я даже что-то могу им сделать своими руками, если они не могут. А вот так вот онлайн очень сложно, поэтому сейчас стараюсь делать мастер-классы, которые для новичков». В рамках программы «Активное долголетие» сотрудники реабилитационного центра готовят по три мастер-класса и по одному прямому эфиру в месяц по каждому направлению. Всю информацию о расписании мастер-классов, а также мастер-классы, наши получатели социальных услуг могут посмотреть в социальных сетях, а именно в Инстаграм, на странице «Меридиан». «Всем привет!» «Так, потихоньку, я смотрю, подключаются люди. Она, вижу, вижу». Тамару Миловидову язык не поворачивается назвать пенсионеркой. Стройная, активная женщина никак не вписывается в классический образ бабушки. Но при этом она все же находится в зоне риска, и лишний раз выходить из дома, и ей, и миллионам других людей пенсионного возраста, Роспотребнадзор не рекомендует. Поэтому четыре раза в месяц женщина на связи с инструктором по скандинавской ходьбе Оксаной Никифоровой. Сегодня девушка в прямом эфире проводит мастер-класс по разминке. Разделяющие спортсменок километры процессу совсем не мешают. Ну, плюсы, конечно, что безопасность, никуда ходить не нужно. На улицах стало уже холодно, дома уже потеплее мы занимаемся. И потом эта самодисциплина уже не заставляешь, не смотришь на инструктора, не смотришь на Оксану, что она тебе погрозит пальчиком. А уже сама занимаешься, стараешься и смотришь на Оксану, и повторяешь за ней все, все действия. Занятия спортом в таком формате проходят каждый четверг, и любой житель старшего возраста может записаться на тренировку. Во-первых, у нас есть и компьютерные курсы тут в Меридиане. То есть их обучили, как правильно пользоваться соцсетями, зарегистрировали, помогли. И потом они уже на практике применили этот опыт, то есть спокойно могут зайти в Инстаграм, подключиться. С 28 сентября реабилитационный центр «Меридиан» перешел в онлайн-формат. И его сотрудники делают все возможное для того, чтобы получатели социальных услуг во время домашнего режима не чувствовали себя изолированными от мира. Продолжение следует...